Привет всем! В этом видео мы разберем, как компилятор Go обрабатывает встроенные функции len и cup. И начнем мы с понятия встроенных функций, вроде make, len, cup, new, penny, clause и так далее. Если обратить внимание на исходный код Go, то можно увидеть, что у них нет реализации, а представлены они тут только для документации. Почему так? Дело в том, что за реализацию этих функций отвечает компилятор, сами же они являются своего рода синтаксическим сахаром. Например, в случае make, компилятор для слайсов вызовет вот эту функцию из исходников Go. Если мы подставляем в make канал, то он вызовет вот эту функцию, а если мы подставляем map, то либо вот эту функцию make map small, либо вот эту функцию. Ну и так далее, в зависимости от типа. Мы же сегодня рассмотрим две функции len и cup. Когда я только начинал писать более-менее высоконагруженное приложение, у меня были сомнения по поводу вызова функции len, ну например, в цикле. Дескать, происходит реальный вызов функции, там проход по стеку и так далее. И я брал результат len и заносил локальную переменную, а потом использовал ее. И мы попробуем развеять миф с помощью простого бенчмарка. Мы просто будем вычислять в цикле сумму из произведения элемента массива на общее количество. В одном случае количество запишем заранее в переменную, а в другом случае будем вызывать len внутри цикла. Самих элементов у нас будет 100000. Чтобы уменьшить влияние погрешности и итерации у нас будет столько же. Запускаем тест несколько раз и смотрим результат. Запустили первый раз, второй, третий и в принципе достаточно. Если посмотреть на эти результаты, то мы увидим, что каждая операция расчета суммы отработала примерно за одинаковое время. То, что он отличается на 3 миллисекунды периодически в одну или другую сторону, это по сути погрешность. В результате этого теста мы поняли, что нет необходимости оптимизировать вызов функции len. А вот теперь давайте реально углубимся в то, что на самом деле компилятор оставляет в коде. И возьмем для этого наш первый пример. В нем у нас имеется массив из двух элементов. Мы сразу ему указали емкость 6 и затем мы выводим последовательно сначала его длину, а потом его емкость. Ожидается то, что его длина 2, а емкость 6. Для начала скомпилируем нашу программу в бинарник и воспользуемся встроенной утилитой код для того, чтобы посмотреть какой ассамблеровский код сгенерировался для данной программы. Мы передаем имя пакета и функцию в нем, которую нам необходимо посмотреть. А дальше передаем название нашего бинарника. Запускаем и смотрим. У нас на выходе получился страшный ассамблеровский код, но мы его не боимся, потому что примерно понимаем, что здесь происходит. Начало нас не интересует, нас интересует все, что происходит вот с этой строки. Здесь у нас вызывается функция printString, которая как раз и напечатает строку theLengthIs. Затем мы помещаем на stack число, которое мы выведем здесь, и мы видим, что мы помещаем на stack сразу число 2. То есть мы не вызываем никакую внешнюю функцию, мы просто сразу помещаем туда то, что мы выведем без каких-то там расчетов или обращений куда-то. Дело в том, что компилятор Go понимает то, что наш слайс во время работы программы не изменился, и он может сразу предсказать, какая у него будет длина, поэтому он ее сразу же и помещает. Затем с помощью функции printInt он ее выводит. Смотрим дальше, как у нас работает кап, и видим ровным счетом такую же историю. Вот у нас выводится строка theCapacityIs. Вот мы помещаем как раз нашу емкость, которую мы выведем. То есть компилятор Go сразу понимает то, что у нас емкость 6, слайс никак не менялся, и он сразу помещает 6 на stack, который потом с помощью функции runtimePrintInt и выведет нам на экран. С первым примером разобрались, а теперь давайте попробуем скомпилировать второй пример и посмотреть, что у него происходит. Во втором примере у нас примерно такие же условия. У нас есть слайс из двух элементов, у которого емкость 6, и мы точно так же выводим его длину и выводим его емкость. Но делаем это через внешние функции. При этом в внешних функциях есть вот эта замечательная директива, которая запрещает компилятору оставлять эти функции, функции main, ну во время оптимизации. Если бы мы не запретили делать это компилятору Go, то у нас получился бы в итоге точно такой же результат. Компилируем нашу вторую программу. Получили бинарник, теперь запускаем уже известную нам усилиту objDump. Но вместо того, чтобы передать ей функцию main из пакета main, мы передадим ей сразу функцию getLen, потому что именно она нас интересует. Смотрим, что здесь происходит и видим, что теперь компилятор не может предсказать, какая будет длина у входящего массива. Поэтому он обращается к переменной, которая находится у нас в памяти по адресу. Получил, вернул. Посмотрим на вторую функцию getCup и видим здесь примерно такую же картину, но только сдвиг у нас поменялся на 8 байт. Поменялся он на 8 байт, потому что это 64-битная операционная система, а тип int у нас принимает тип int64 на 64-битных операционках. На 32-битных, соответственно, это был бы int32. Вот, соответственно, int64, а значит 8 байт. Вот и наш сдвиг. Теперь я покажу, что это за сдвиги по отношению к каким переменным. Для этого мы опять откроем исходники Go. И увидим структуру, которая и является представлением любого слайса в памяти. Он хранит указатель на первый элемент и хранит отдельно как раз нашу длину и емкость. Именно к ним и обращаются эти наши две функции. Похожим образом оптимизируются и многие функции из пакета unsafe. Где-то компилятор может предсказать результат работы и подставлять значение сразу. Где-то предсказать это на этапе компиляции невозможно, и он получает значение напрямую по адресу из памяти. На этом все. Ставьте лайк, если информация была вам полезна. Критикуйте, если что-то не понравилось. И подписывайтесь, если хотите узнать еще много нового о языке Go.